зависит от нас и да надо весь слышно сходят это предлагать ничего блин а даже не обрел я тут тут я тут я дениса видимо лагают чудом и сада да так и так всем привет я надеюсь ты мужа пошел ребят извините нас небольшие технические неполадки сейчас так что учетов потупим еще чуть-чуть и это уже надеюсь начнем нормально да в общем да случилось короче то что я тут и думал таксу блин даже не знаю что с этим сделать так можно так сейчас я от меня первым нужно обучать следовать начинать или да она очень шаг будет часто группу самая каким нибудь образом так что мы не получим росток по скорости о о о вот это наконец денис ты наслышишь конец мегафон представляет али все просто 1 занятота чудо это поэтическая реклама такс просто мечах нужно вытащить такс дан ты еще тут уже нет а и даже ком я тут отлично такс у меня у умер это за и здесь втроем будем писать бренден к сожалению ты вылетаешь все таки блин можно проводить еще такую тему но чтобы он нам позвонил но не очень скучно быть конфа с ним будет нормальный давайте врачать врукли сейчас ребят попробуем наладить просто 4 10 сентября там непонятные врукли такс алло ложки дэн ты тут предъявить его не слышу дэн меня слышишь и завис врук неполадки врукли 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 так сказать когда тут сейчас будет тут 5 врукли врукли да но в общем короче печально похоже все в данном получается именно дайву нету да и года Егор, Егора, нет. Может, я не знаю даже. Есть вообще смысл проводить это все? Смысл вообще-то есть проводить это все. Блин, в том, что я тоже ненадолго... Вот именно, вот. Меня там ждут за столом. Ну, получается, сейчас Женя уже минут через 20 уйдет, и... Мы с тобой вдвоем будем, Серега, что ли? Ну, потом, что-то я здесь... Егор, Егор, это самое, блин, ну, что за фигня? Что за фигня? Что-то вот этот Сементин пишет, что Стинг, возможно... То есть, он, скорее всего, не перейдет, что-то пишет. Ладно, давайте начинать, а там уже как получится, так... Получится. Такс. Сейчас я еще раз попробую Егору позвонить на мобилу. Да, давай, попытка, не пытка. Такс, Дэн, ты не появился? Случайно. Денис, отзовись, пожалуйста. Пожалуйста. В общем, блин, к сожалению... К сожалению, мечта всех вас услышать Дениса... Немного под угрозой. Может, что услышите. Ну, что поделать, интернет... Такие дела. Может, что наш там вечер и все такое, хотя хрен знает. Что с чем именно связано. Да куда, Дениса, в чат, Такс. У него хоть... Он же говорил, что у него там чат не работает, т.д. Он это вообще не пашет. Страница открыта не может. Да. Ладно. Я думаю, пора начинать. Такс, ну, в общем, ладно, давайте начнем пока что. Сейчас, может, разгонимся как-нибудь каким-нибудь образом. Да. Ну, и так, наша, так сказать, конфа собралась тут, чтобы ответить на ваши вопросы. Да, Денис, короче, в чатике будет на них отвечать. Возможно, скайп через миллиард тысяч попыток ему позвонить. Ладно, я сейчас это самое его отключу, потому что меня застало это пиликающее говно. Но я его попробую набрать там через пару минут. Может, получится. Итак. Собственно, 6 лет Денди Форевит. Да, в честь этого, собственно, мы решили провести такой стрим. Но, как выяснилось, один из админов непонятно где. У одного не работает интернет. Один вроде говорил, что не гуфнется, а гуфнулся. И его нет. Что поделать? Вот так мы тут втроем пока начинаем. Ну, вообще, ладно. Причем, еще раз, как я понимаю, женек тоже должен скоро уйти. Да. Так что, ну, давайте, короче, начнем. Да. Такс, вот, значит, вопросы. Ну, давайте начнем с... Раз это самое, тут кто-то должен уходить. С вопросов из темы. Угу. Такс, я параллельно вынужден. Ну, давай ты будешь выделять какие-то, ну, вопросы там, которые с того, чтобы ты это ответишь. Такс, ну-ка, попробую еще разок. Итак, ну, вот я первый раз открываю тему. На самом деле, не первый, но я ее особо не читал. Вопрос от первого человека. Как давно вы начали увлекаться тематикой Dendy, игры, коллекционирование, картриджи, приставок и прочего атрибута, связанного с Dendy? Такс. Ну, ладно, я думаю, это можно быстро отвечать, да, на такие вопросы? Ну, да. А! Такс, извиняюсь, еще. Надо музыку какую-нибудь пустить, да? А, ну, пусти там каверы какие-нибудь, не знаю. Какой музыки-то пустить? В чате напишите какие-нибудь пожелания, вдруг вы что-нибудь классное напишите, что мы сразу релаксирующую. Такс. А он Рафворд пишет. Тупо саундтрек из Рафворда. Из Рафворда. Давайте, чё, чё уж там. Будет играть Dendy'вская музыка. Такс, её, правда, надо немножко найти, потому что у меня отбойск перестал работать нормальный. И приходится все наши... А, у нас же есть замечательная вики-страница. Как я мог забыть, но, к сожалению, у нас там висит прикрепленная новость, поэтому я не знаю, как достать меню в такой ситуации. Да. Ну, ё-моё, накрутись нормально, извиняюсь за рейдж, но это идиотизм просто, мне даже скроллиться FreeFox не хочет нормально. Такс. Какой день? Не, ну, ребят, ладно, всё бывает. Такс. Ой, наконец-то я нашёл этот альбом. Напиши там в чатике, как хорошо музон или громко. Ладно, я вам твоим это самое советую открыть ту же тему, да, чтобы под рукой иметь. Да-да, и у меня она открыта. Итак, как давно мы начали увлекаться тематика Дэнди? Короче, говорю я сначала. Я, в общем, тематика Дэнди увлекался в детстве. Вот, потом, естественно, что-то забросило, забросило, а потом году в 2000, как-то там, восьмом или седьмом, когда что-то игры перестали выходить. Вот, собственно, вернулся к тематике Дэнди, как бы тогда началась, как-то так сказать, вторая волна жизни группы Дэнди Форева, на самом деле, ну, на самом деле, первая, по сути, но как бы вторая, вот, и тогда, собственно, началась вся эта деятельность. Итак, что вы скажете? Ну, я могу сказать, что, наверное, примерно то же самое, да, с детства играл Дэнди в 4 года мне мама, мама показала всю Бор, и через какое-то время, да, я его умудрился сломать, но потом купили Дэнди, Джуниор, его я тоже умудрился через какое-то время сломать, потом появилась, появилась первая Сонька, ну, и я постепенно забыл так о Дэнди, вот, а потом как-то прохожу, это уже 2007 год был, где-то, или 2008 тоже, и вижу там Дэнди за 500 рублей, вот, и что-то, как-то так захотелось поиграть, причем у меня в картридже до фиг-фича даже сохранилась, и, ну, я взял, в общем, и, да, и с того времени, получается, как, решил у многих перепройти игры, а потом уже интернет появился, и, в общем, да, игру по нашел. Женек? Женек, ты тут? Женек, ты где? Айдар, ты-то хоть тут? Я тут. А, в Жене, видимо, снова большие повадки. Ай, блин, громче музыку, так и говорите, что громче музыку. Айдар, конечно. Горякский, не слушай музыки от музыки. Сейчас должна была резко, резко увеличиться все на стриме, по идее, да? Вот теперь заново отперебируйте, пожалуйста. Это спасибо скайпу. Так, ладно, пока Женек где-то опухается, даже тебя не слышно. Здесь. Вот, теперь я слышно. Слышно так, я просто пробовал сейчас такие вещи. Слышно или нет? Слышно, слышно. Скажите в чате, на всех нормально? Да, как слышно? Женю, меня, Сергея. Так, ну давайте я уже отвечу на вопрос. Тематикой Dendy я начал увлекаться с 2009 года, когда, ну, конечно, играл в детстве, но конкретно начал свою деятельность в 2009 году, когда скачал эмулятор, вообще узнал, что такое эмулятор, и начал на них играть. Из всего, игры, коллекционирование, картриджи, приставок, прочий атрибут, от меня это как бы не интересует. Я в основном чистый эмуляторщик, и в моих хобби проходить игры, ну вообще проходить сложные игры разные, на эмуляторе, и всё. То есть, с коллекционированием я так не связан. Ну, в общем, да. Так, ну вообще, ладно, можно что-нибудь сказать за... Так и так уж и быть, ответим за тех, кого сейчас нет. Роман Дорофеев, который я обещал таки быть, но не был. В общем, Роман Дорофеев, он сам основание группы, практически в группе, играет так, играл всё время так, на уровне обычного кузального игрока, ну, то есть, как бы не заморачивался, вот как мы с Женьком, например, проходить там какие-то хардкорные игры, по-честному, в суперусловиях, изнуряющих и так далее. но тем не менее, Роман Дорофеев, собственно, это человек, который был в группе с самого начала и до конца, вот, выговоря, к которому в основном, как бы, в админке появились мы. Так, ну и, в принципе, я думаю, больше тут нечего говорить. Так что, в принципе, как по его деятельности, связанной с группой, началась в 2007, и продолжается по сей день, пусть он не слишком активный. Так, ладно, следующий вопрос, ну, совсем короткий. На чем, побежать и играть в любимые игры? Эмулятор, потому что я могу поиграть в любой момент, в любую игру, на любом, я тоже на эмуляторе. И я тоже на эмуляторе. То есть, то есть, все, четыре за эмулятором. Что касается, Дениса, то он тоже на эмуляторе, что касается, кого там еще? Да, в принципе, всех. Ну да, у нас все играют на эмуляторе, в принципе, Стинг говорил, что он любит играть на приставке, но давно он этого не делал, если честно. Такс, у меня тихо, ну ладно, ничего страшного, буду говорить вот так вот. Такс, ну вот, собственно, расскажите немного об истории группы. Собственно, давайте мы зачитаем, раз уж в этот день нас посетил наш создатель, и написал целый большой пост, то я его процитирую. Вот на стерке кто-то, может сам почитать. Давай, это будет, краска. Цитата от Филиппа Нардуччи, создателя группы Дэнди Форевер. Дорогие собратья, прежде всего, я хочу поздравить всех вас с нашим общим днем рождения и выразить огромные слова благодарности. Спасибо всем вам. Оценивая группу, я рискну предположить, что данный портал за эти 6 лет стал одним из крупнейших не только в стране, но и в мире. Обилие и разнообразие материалов действительно поражает. Ребята, которые в администрации группы, теперь пора слуха вас. Благодаря вашим стараниям и объемам произведенной работы, вы вывели группу на принципиально новый уровень. Группа даже как-то странно звучит, слишком скромно для такого объема и размаха. Группа была 6 лет назад, в самом начале. Предпочту называть нынешнее положение порталом. Выведу простое доказательство. Ко мне домой периодически заходят гости, которые видят на нем поискре и Вита. Да-да, не убейте меня за эти ругательства. Еще и Дэндик. Все единогласно начинают рубиться в него и залипают на 2 часа. Потом я говорю, что есть такая замечательная группа Дэндифарева. Они залипают еще на 2 часа и потом еще дома до полночи в ней сидят. Это как просто разнообразие и качество материала. Теперь я бы хотел развеять некоторую информацию о себе. В своей длительной и постоянной отсутствии здесь я проводил множество слухов. Я слышал очень интересные вещи, что я иностранец, я живу за границей и т.д. Живу я на самом деле в Питере с самого рождения, но действительно подолго работаю постоянно за бугром. очень часто в таких местах, где даже не слышали, что такое Wi-Fi. На общем, поэтому, собственно, его практически никогда и не бывает. Вот, продолжаю. Также я хочу сказать несколько слов про создание группы, рассказать, как все начиналось и описать свои эмоции. Вот, собственно, непосредственно ответ на вопрос. Сейчас будет. Итак, ровно 6 лет назад в типичный пасмурный для Питера день я решил сделать что-то особенное. У каждого человека в его сердце есть что-то теплое и особенное из детства, что хочется вспоминать очень часто и рассказывать своим друзьям. 31 декабря 1993 года в 0 часов 0 минут его вносят в черном пакете. Я не знал, что это он, но очень сильно надеялся. Надеялся, потому что прожуживал все уши всем родственникам что это моя мечта и что если он у меня будет в дневнике будут одни пятерки. Каждый день заходил к своему однокласснику наблюдал, как его родители грызут семечки на кровати и играют в танчики. Мечтал. Ну так вот, моя мечта сбылась. Открыв черный пакет я увидел заветный Дэнди. Знаете, это была такая радость, я в жизни так не радовался ни одной вещи. Никогда. Это чувство радости от подарка самое сильное за всю жизнь. И я его запомню навсегда. Спасибо моему папе. И сразу понеслась до 6 утра. Мари, утки и танчики. Ровно 6 лет назад я вспомнил все это и мне стало интересно сколько людей меня в этом поддержат. Каждый день я отправлял приглашения своим друзьям и по 40 приглашений мне в списке. Писал на стенках в разных группах, просил, чтобы друзья приглашали друзей и так далее. Через некоторое время отметка в 1000 пользователей была достигнута. Это было, если я не ошибаюсь, где-то, по-моему, то ли лето 2007-го и то ли 8. Ну, короче, достаточно быстро на самом деле. Для меня это был уже успех. Мне было так приятно, что люди помнят и не забыли, что в условиях современного сумасшедшего ритма жизни они могут найти время посетить тут и получить удовольствие. Ну а дальше постепенно начали появляться наши админы, которые непрерывно совершенствуют группу и делают ее еще интереснее. Если говорить глобально об этой приставке, я считаю, что она оказала очень большое влияние на подрастающие поколения начала 90-х. Технологический прогресс ушел очень далеко. Сейчас можно найти игру на современной платформе с отличной графикой и продуманным сюжетом. Да и не все иначе, и другой уровень. Это душа, с которой сделаны эти маленькие бегущие квадратики. Такс, надо проскроить чуть-чуть. Фух. Такс. А технологический прогресс зачастую слишком внешне нарочит и опережает мгновственник. Вот как. Денди это уже история больше, чем просто игрушка и такое уже никогда не повторится. Фух. В общем, я сильно прочитаю эту речь. Немного запинался, но ничего страшного. Она все-таки большая и такая душевная. Так что, я думаю, идеально ее прочитать могу только сам Филип. Ну, в общем, я думаю, это полноценный опитный вопрос про создание группы. Да. И к нему, думаю, не стоит больше возвращаться. Да. Так, следующий вопрос. Какие еще приставки помимо Денди мы предпочитаем играть? Ну, собственно, если уж допустить, что мы играем в основном эмуляторах, то я в целом во всем, что эмулируется нормально, то и играю. А вы, ребят? Ну, я тоже, принципе, да, и в Сегу, и в Супер Нинтендо, хотя, представь, что у меня есть вторая Сонька, вот на ней играю, потому что, ну, хотя вроде как есть нормальный эмулятор для нее, но, не знаю, там, с этим надо париться отдельно, в общем. я еще играю, ну, вот я сейчас занялся записей прохождения саркадных автоматов, потом я еще играю, ну, сейчас тоже начал активно уже играть на эмуляторе SNES, ну, и эмулятор, как бы, первого PlayStation, тоже, в принципе, есть такие игры, которые я хотел бы пройти, записать на них видеопрохождение, в основном, если я вот раньше играл в основном, это было только NES, эмулятор, что сейчас еще добавилось с NES аркадный автомат, ну, поскольку NES, можно в какой-то плане уже сказать, себя начинает исчерпывать, то, что самые хорошие игры уже лучше пройдены, сейчас я уже начал переходить на немного другие платформы, ну, тоже ретро-платформы. Ну, это все. Так, ну, в общем, следующий вопрос, который идет по списку, это про будущую группу, я думаю, его надо оставить напоследок, мне кажется. Да. вот. Так, ну, следующий вопрос, немного наркоманский, ну да ладно, с какого времени админы сидят в этой группе? Ну, сейчас, ну, попробуем вспомнить, так, ну, вот, Рома Дорофиев, он с 2007, как и создатель, собственно, так, потом кто, получается, Денис, да, Денис 2010, да, Денис 2010, и сам писал с 2010, я с 2009 года, но я на самом деле с 2007, но я, ну, там как-то группа была сначала, как, ну, более, лоо, мариотанчики, я, в принципе, заходил, так, мне было приятно, там, альбомчики покрутить, сейчас уже, всякие там видосики, когда они появились, и так далее, вот, а потом как-то все это перестало быть интересным, там что-то группа перестала обновляться, и так далее, и так далее, вот, ну, а потом, собственно, я вот, когда в следующий раз начался, ну, так нормально заходить в группу, это было, когда админами стали, Денис, собственно, Вова Зиновьев, и Алекс Ген, вот, и вот тогда, собственно, да, нашлась моя деятельность, потом Женек выложил Проху Макаймуру, и потом кто-то там еще что-то выложил, вот, до этого, Женек, что там еще выкладывали, до этого еще Вова Зиновьев какие-то Прохи начал делать, да? Да, 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 точно, он, я, я так, я так, по-моему, основная такая деятельность по записи прохождения пошла после того, как я выложил Макаймуру, ну, вместе с Макаймуру еще там другие игры, у меня там было уже куча их записано, но у меня кое-как появился интернет, который позволял, ну, хоть в не очень хорошем качестве выкладывать, ну, и потом началась уже эта активная запись прохождения. Ну, до этого писали прохождение, но, как бы, не особо активно, ну, так. Ну, да, но первое, что более-менее нормально, стал Зиновьев делать, причем он, ну, так, качественный, там, без сохранения, разумеется. Итак, дамы и господа, поприветствуем. Стинг, ты тут? Стинг, алло. Привет, привет. Вот, да, мы-ка сюда приветствуем, Стинга. В общем, ты только подошел, я правильно понял, да? Да, я подошел, я понял, Я только не помню, что ты сказал, прошу тебя повторить. Я говорю, да, я подошел, только что, я здесь. Ну, в общем, короче, ты немного пропустил, потому что Егора нет, да, на плохой интернет. В общем, поэтому, как видишь, мы тут втроем были. От стул передалось. У него там что-то вечно подрезали. Да, так что мы сейчас что-то Диму Долова добавим, так как он тоже участвовал уже непосредственно от низкодеятельности группы. Ну, в общем, мы тут пока успели на пару вопросов ответить, так что ты немного пропустил. Итак, что-то вопросы были. Вопросы были, ну, ладно, давай, скажи уж от первого лица. Как давно ты начал увлекаться тематикой Дэнди? Это первый, а второй вопрос? На чем предпочитаешь играть? Эмулятор или приставка? На второй вопрос, и на том, и на том. Ну да, я так и сказал. Такс, ну и в какой, во что еще ты играешь, кроме Дэнди? я думаю, ты катаешься, как и мы играем во все, что эмулируется, нормально. Ну, если на эмуляторе, то да. Что потянет? Так, ну и с какого времени ты в группе? Ай, 2010-й, по-моему, март или апрель, точно не помню. Я помню, что меня долго принимали, несколько, несколько дней ждал, когда меня примут. Ну, в общем, это было примерно тогда же, когда, ну, в общем, началась вся эта деятельность с прохами, так понимаю. Да, может быть, аж и раньше. Ну да. Я помню, что, и Зиноби, Володя, начал где-то в июне запиливать все это. А там до этого шло, не так скажем, такие похождения так больше на халяву, нежели на качество. Так, и когда внезапно врываются впереди Мудалов, давай его сюда. да, привет. Да, в общем, пришлось выгодить до помощи, как всегда. Ну, что, Дим, расскажи нам, вот мы тут такие эмуляторщики, а ты труконсольщик, поэтому выскажи. Ну, я был труконсольщиком, но это уже все в прошлом. Я даже, помните, если у меня такая была установка с телевизором, то есть, вместо монитора, и я стримил прямо с консоли, и все, это все в прошлом, я его убрал на место, теперь играю на него в Super Nintendo, как казуальщик. Теперь играю только на эмуляторах. Ясно, ясно. Такое дело. Так, а вот скажи-ка мне, мне само интересно, с какого ты года в группе? Ну, хороший вопрос. Вроде с 2010-го или где-то с начала 2011-го года. Я помню, что как-то до этого я вступил в группу АВГН-а, и там... Блин, Серега, вроде я с тобой сразу по поводу Адвин Чанн, что Адвин Чанн это легкая игра. Это ты был? Да, это был я. Поскольку я до этого проходил только, знаешь, с переключением уровней, то есть у меня был сразу выбор на 8-й мир и... А, и бесконечные жизни у меня были. Адвин Чанн, ясно, ясно, такс. Так, зачитайте, пожалуйста, кто ему следующий вопрос. А, дело, я сам зачитаю. Просто скоро надо будет переключить музычку. Ладно, такс. Итак, следующий вопрос не нуждается в ответе. Так что я даже не буду засчитывать. Так. Ну, собственно, вопрос из Тинга. Почему Мегамэн на протяжении 7-ми частей не смог убить доктора Вайли? Айда, в первую очередь вопрос к тебе. В данном случае, наверное, даже на протяжении 10-ти частей. Подожди, я пока 7-ми прошел. ну, да. К тебе эту 10-ту? Наверное, потому что он как робот, может, и там же он изначально запрограммирован как... Кто робот? Или робот, или кто? Мегамэн, он робот, и поэтому запрограммирован так, не убивать людей. Он не мог, он не может убить Вайли, вот, просто не может убить. У него такая программа. Ему надо остановить Вайли, но убить он его не может. Подожди. Если ты помнишь, в 7-ой части он готов был. Если бы этот не воевал, что он бы его... не может... ну, можно считать, там произошло... произошло что-то типа сбои у медомена, раз это самое. В общем, это отдельный вопрос, на самом деле. Мне просто интересно, что за сбой. В общем, мое мнение все знают же, да, по поводу этого. Кавкому нужно было больше денег, больше денег. О, вот, нет, вот этот ответ больше. Я одержу согласен с этим. Кто не согласен, ответил, почему не согласен? Я, наоборот, согласен. А, ты согласен? Потому что, да, понадобилось много денег, вот они наклепали кучу частей мегомена. Нет, ну смотри, они же могли, допустим, делать так, чтобы, ну, не делать какую-то последовательность, а, допустим, сделать как с черепарем. Там, свои идеи, это они просто последовательность, тупую, поэтому такси однообразие такое получилось. Смотри. Я, в принципе, тоже согласен, что, да, чтобы денег побольше, но игры все равно хорошие, на мой взгляд. Это да. Смотри, Мормуар могли все закончить на третьей части, по-моему, потому что конец третьей части был пологичен. И мне кажется, и мне кажется, вот и Сега купернула три части, потому что они подумали, что на третьей части все кончится, а они купернули третью часть. Они не ждали, что потом еще выйдет что-нибудь, но их нафиг и... Че? Такс. Ну, в общем, ладно. Давайте, следующий вопрос. Следующий вопрос. Сейчас я только напишу, что я тебе кое-что. Давай, я тогда пока прочитаю вопрос. Можно ли надеяться, что группа поддержится еще очень долго и не забросится и не переименуется? Ну, я думаю, что переименовываться группа в любом случае не будет, потому что Dendy Forever это уже как бы бренд своего рода. Да. поэтому переименовывать мы в любом случае не будем, но продержится, ну, так идет развитие группы, то есть никаких предпосылок для выпадка нет. Уникальный контент создается, группа развивается, то есть, да, можно. Можно я чуть ворвусь. Нет никаких причин и всего. Давай. Я немного ворвусь, я бы хотел этот вопрос тоже остать в конец вместе с вопросом о будущей группе. Ну, окей. Ну, да, давай, следующий вопрос. Какие игры вы ждете в этом году? Я никаких не жду, мне все равно абсолютно, что она пока выходит, но какие современные игры выходят, какие не выходят, то есть, потом, ну, я не знаю, даже вышел шестой резидент, вот у меня сейчас нет желания в него как-то играть, может, да, потом я когда-то поиграю, пройду, ну, когда это будет, я абсолютно учу. Я тоже как-то сейчас не слежу за теми играми там. У меня сейчас как-то цель поехать побольше, как можно больше сыграть в игры, которые я не играл, как бы не проходил, допустим, эту самую. Очень хочется. Вот такая у меня цель. Да, на следующий. я жду, я жду, значит, и D-CN4, DuckTales 2, то что там, и Road Rush, то что там с Road Rush, вообще делает. А, вы видели? Так, я немного выскажусь. Вообщем, что я жду? Во-первых, я ждал обоба с Big Adventure, и они получились храгенные. Ну, точнее, оно, включение. Дальше, я ждал Retro City Rampage, и он получился так себе, как мягко сказано. Дальше, вот сейчас я жду, собственно, проект от российского, российского разработчика, и Darkman в качестве композера, это супер-киборг. Это, так сказать, такой фанатовый трибют к супер-контре. Такс. Музыка, да, ладно, потише сделаю. Я в первый раз слышу, что-то слышу. Такс, 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 что еще? Такс, что-то еще, я жду, уже, блин, а, вот то, что сискал про водорождачу, там такое. Я видел, как он был рейсик 3D, я офигенно, вообще, конечно, сделаю. Такс, такс, подобие, ватараж, что-то выходит, подобие. И уже, я даже вышла, по всех фарамках, писала, опостилась, помню. Ладно, Димон. Ну, я согласен с Денисом, Фес. Да, Фес. Фаркрая, которую я жду, это Фес. Больше ничего такого. Ну, может, какой-нибудь шуталн еще классный выйдет в ближайшем будущем. Far Cry 5? 4 еще. Сипон 3, бо. Ну, этот Far Cry 3 Blood Dragon, когда он выйдет официально. Димон немного нью-скульщик, но и надеется, что все-таки игры будут делать снова, как их делали там 10 лет назад хотя бы, Че, он бодрый. Я уже играл в него, но я играл в него непосчастно, но надо дождаться релиза, сказать, вау, вот эта игра! Не ожидал от нее такого. Такс, Айдар, а ты уже высказался, Да, я высказался. Окей, тогда переходим к следующему вопросу. Какие жанры игры предпочитаете? Ну вот что, ладно, сам первый отвечаю тогда. Мне это самое, все жанры люблю, но сейчас, короче, файтинги, пожалуй, потому что, что-то мне перестало быть интересным играть против программного кода, а вот против живого человека мне играть гораздо интереснее. Я, пожалуй, скажу, что, ну да, мне тоже нравится файтинги, а, ну, в основном, в принципе, да, идет упор мне на, это, на платформеры, и причем, именно, такие, более-менее, линейные, можно сказать, вот, нелинейные уже, ну, как-то не мое, это, вот, разгады, там, вот тот же, вот, первый DuckTales, вроде как, многими считается, не очень сложный, но, я в детстве мог часами в него играть, но, я не смог эти лабиринты все разгадать и прочее, вот, и сейчас, в принципе, тоже, сам я эти, не могу просто так взять и разгадать там, пройти, в общем, так. Так, ну, мне нравится, я могу сказать, что мне нравятся платформеры, скроллеры, тоже мне нравятся файтинги, еще мне нравятся игры на тайминг, причем, даже на жестокий тайминг, такие, как Ion and Beezabosh, что тоже, да, и скоро вас ждет кое-что интересное, все у нас ждет интересное. Это будет, это ты узнаешь, когда это выйдет. Когда выйдет. Ну, Стенка, ты чай, ты. Ну, и ты мапы, и платформеры, и скроллеры, и, ну, наполовину логические, вот, смесь логических, там, кроссоверы, короче, кроссоверы с логическими играми, ну, смесь, чтобы он присутствовал, там, вот, вот, блин, неправильно сказал, этот, типа, Костбастер, с первой, когда смесь жанров, эти, вот, там, допустим, вот, блин, вот, кроль, кроль, кролик Роджера, этот. Кролик Роджер? Ну, да, 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 конечно, кроссоверы, это, да, это, ключик, там, скроллер, и одноэкранная аркада. Это я согласен, из всех игр, которые, режим человек против программного кода, мне, конечно, хочется видеть от игры, как можно, большего. Деприк, про бактуру ключи, или чё? Что-что? Да, ты сейчас прощу, я вообще много игр перечислил, и какой именно имел ввиду. Я тоже про игроков, который движок просто хороший. Нет, подожди, движок там не везде хороший, я имею ввиду, там, сочетание жанра придет, а движок, видимо, а вот я еще требую хорошего движка. Ооо, ну да. Хороший gameplay, так уж скажем. Да, Стин, кстати, ты можешь говорить как-нибудь чуть почетче? Ну, как почетче, я просто не знаю как. У тебя просто как-то так иногда хреново слышно реально бывает. Микрофон просто в руках, он у меня не стоит, поэтому... А, ну, ладно. Если непонятно, что говорить, повторю ещё раз. Окей. Так. Димася? Ну, если говорить чисто про олдскульные игры, то это всякие адвенчуры, типа, блин, четвёртого Adventure Island, допустим, или Саюки Ворлда, там. Ну, то есть, такой, с прокачкой, то есть, постепенное раскрытие мира и прочее. Так же, такие же, да, вот как Steam уже отметил, кросс-такие платформы, не знаю, когда же их назвать, игры. Ну, типа, Guardian Legend той же. Ну, да, да. То есть, мультижанровая. Такое все любят. Угу. Так, а если вообще в играх, то... Я школьник, да, мне нравятся FPS. Трестерсон шутеры. Что поделать? Отлично. Тут плохой из меня олдскульщик получается. Зачитаю ответ Дэна. Дэна, собственно, квесты, экономические стратегии. Почему я не слышу? Из олдскула. Платформеры и комплексные игры вроде Blaster Master. Так, Steam повтори, что ты сейчас сказал? Почему я и Дениса не слышу? Потому что у него интернет с центральной проблемой. Он не может запилиться в конфу. Вот мы с ним один разговаривали, все было ок. Видимо, когда конфа, и больше человек его инет уже не потянул. К сожалению. Интернет Егора сговорился с интернетом Дениса. А Егор, видимо... Ну ладно, узнаем, что сделал Егор потом. Понимаешь, что интернет Егора позвонил интернету Денисову и сказал, давай этих двух отрубим еще один. Все равно толку мало. Ну еще и при этом интернет Егора пошел дальше и отрубил его телефон. Ну ладно. Это уже наглюши. Ладно, следующий тролль тролльский вопрос. Стой, подожди. Они еще потом позвонили интернету Роман Дорофееву и сказали, ты тоже мол, давай не приходи, они там обойдутся без тебя. Ну да, примерно так и было. Такс. Итак, следующий вопрос от Евгена. От Евгена такой вопрос. Кто у вас самый главный и планируете ли вы реальные сходки? Это два вопроса как бы. Ну в общем, насчет самого главного я не знаю, и по-моему у нас нет самого главного, и поэтому мы так более-менее держимся как дружная команда. Мы все решаем вместе как бы, ну стараемся по крайней мере решать. Ну или по крайней мере голосование, если столько. Насчет реальных сходок, последняя более-менее такая сходка была лишь в стриме, когда Сергей, Егор и Иван Сычев, они проходили втроем, в живьем причем. Да, там, игру с арканных автоматов с вебкой. Вот, это как бы единственное дело. Да, но дело в том, что не живут в одном городе, а проблема там, где приехать, например, мне с Украины ехать в Россию, так как бы, ну, проблема все-таки. Поэтому, ну, пока что такое конкретно не запланировано. Вообще реальные сходки, я честно скажу, если бы у меня было дофига денег, я бы всех проспонсировал и устроил бы сходку. Но, к сожалению, у меня нет дофига денег, поэтому... Да. Все мечтаем, да пока что мечты. Поэтому ждем и надеемся, когда у меня будет дофига денег или кого-то из нас еще будет дофига денег. И тогда устроим с чем-нибудь точно. Да, когда-нибудь. Денис, в чем? Из Барнаула далековато ехать. Ну, если будет, ничего страшного, поспонсируем. Это еще транспорт у нас такой, тут боишься на нем ехать куда-либо. Ты вылетишь из Барнаула в Питер и все, умрешь там, пока летишь. Недалекуешь, да, вот это вот. Давай чуть-чуть сел, это грустно больно. О, вот от Максима Капустянского. Огромный привет Максиму и респект за этот потрясающий арт. Вот нас такие набралось пять человек, чтобы это соответствовать этой картинке. Более-менее. Вопрос, собственно, от него. Кто, как, каким образом заработал звание админа? Ну, давайте я начну. Я, в общем, начал заливать различные там аудио. Ну, много различных сауттреков, в общем. Вместо Фортунова, который на это, так сказать, забил через какое-то время, после того, как его сделали админом. Вот. И потом, да, на это обратил внимание сначала с Полом, ну и потом остальные тоже. Меня взяли, так сказать, в админы. Вот. Потом я, да, стал больше сауттреков заливать, а потом я и решил запилить алфавитный раздел прохождения, чтобы, ну, можно было удобно искать и все такое, так что, да, думаю, я надеюсь, что никого не подвел. Да, и стримом еще позанимался параллельно. А, ну, там все организации, субботник и так далее. Да, можно и это сделать. Так, ну ладно, я получил звание админа, по-моему, просто как я тогда, когда я до хренища прок запилил для группы. На самом деле, мне долго не хотели давать админку, потому что я там постоянно срачи устраивал. Вот, в общем, ну, в итоге все-таки дали. И срачи, конечно, я не перестал устраивать. Но у нас ничего плохого не было. Потому что... Следующий. Ну, я думаю, что тоже... Думаю, что тоже заработал звание админа, создание кучи уникального контента и... Ну, тоже... Развитие... Даже не знаю, как... Какая-то деятельность группины... Ну, что, развитие целого направления. Да. Ну, развитие целого направления, которое мне как бы не безразлично. Так, Sting. По прохождению, почему мне больше? Ничего я буду видеть. Да, у нас все завоевывали, заводят админов. Через прохи. Ха-ха-ха-ха. А Демасия у нас, в общем, сейчас не админ. Экс админ. Ну, он на самом деле может в любой момент туда вернуться, если захочет. Вдруг. Он заменял тебя вроде, да? Да. Заменитель. Ну, Демасия просто молодец, он там... В общем, там пункты подкидывал и вообще... Чё ты там думаешь, что делал? Рохи пилил с консорки, Дэн Дайлов пилил, да? Да, чё-то было такое, но это было давно... И... и неправда. А почему? Хотел у меня вопрос, вот, интересно же было. Что? Почему прекратились эти выпуски? Потому что я ленивый. Ну... Ленивый, да? Я не знаю почему. Давай, блин, запновляй. Хочется ещё посмотреть на чё-нибудь. Так, с самого хочется. Я извиняюсь, я забыл скрипать вопрос в чатик. Для Дэна. Так что он сейчас ответит, если... В общем... Дэн это был тот админ, который... Собственно начал... И продолжает... Самый интересный контент в группе... В группы поставлять. Находя всякие статьи, там... Всякие ещё... Там, я не знаю... Всякие разные материалы и так далее. Какие арты. Денис... Денис, он говорит, это всё, кроме прохождений. Да. Мы... Мы только прохождений, он всё, но не прохождений. Ну и мы ещё, как бы... Что-то там... Связанное с... Работой, как сказать, с нашими партнёрами и друзьями. И так далее. Вот. Ладно, так, следующий вопрос. Так, ну можно я сейчас... Подождите, мне уже, в принципе, пара в сторону будет укинуть. Потому что мне сейчас на день рождения. Поэтому я бы хотел... Ну, Пётр... Задал тебе большой вопрос. Ну, может, довольно-таки интересно. Ты, может, его зачитаешь? Я бы хотел на этот вопрос ответить. Наверное, уже после этого. Я... Я вас покину, потому что, ну... Так сложились, кстати. У меня сегодня... Нету много времени... Мы живём в информационном веке. И практически любая игра, любой фильм находится на расстоянии всего лишь нескольких кликов от нас. С распространением тренда всё это изобилие стало ещё и бесплатным. А с увеличением скорости интернета те же фильмы скачиваются даже быстрее, чем смотрятся. Как вы считаете, такая доступность не уменьшает ли ценность игр, фильмов? Я говорю не о денежной ценности, конечно, а о восприятии. Когда-то каждый картридж был на вес золота. Теперь же я спокойно скачиваю весь рамсет к какой-либо приставке и, позёвывая, запускаю, что хочу. Или вот вспоминаются времена старых кинокритиков, которые с юных лет до глубокой старости писали чисто для себя о каждом просмотрном фильме. Тупо потому, что понимали, возможно, они видят этот фильм в последний раз. А если они хотели приобрести фильм себе в коллекцию, то нужен был проекта. А сам фильм был на пленке, за который надо было уметь ухаживать, и которая стоила да хуя. Сейчас скачиваю фильмографию практически любого режиссёра. И мне даже выбирать не нужно. Проще скачать и посмотреть, чем рассуждать, стоит ли это делать. Современный человек читает кучу информации в день. В тот же день просмотрит фильм и пару серий какого-нибудь сериала, послушает несколько альбомов и сыграет в игру. Всё это смешивается в какую-то кашу, и ценность каждой отдельной вещи падает. Наслаждение любыми вещами заменяется бездумным потреблением всего подряд. В общем, вопрос в том, есть ли у вас негативные ощущения от настоящего или всего кривора? Я, наверное, первый отвечу на этот вопрос. Я могу начать с того, что я помню, когда я ещё был маленьким, в детстве смотрел какой-то мультфильм. Я не помню, какой был конкретный нот. Я думаю, конечно, не всегда получалось посмотреть абсолютно все серии. Некоторые серии по каким-то причинам пропускали или ещё что-то. Я думаю, ну вот, как, например, классно, если бы иметь с собой, если бы иметь при себе видик, ещё что-то, иметь кассеты с этим, все мультфильмы, это, наверное, надо быть таким богатым, ещё что-то, чтобы себе позволить видик с этими всеми кассетами. А сейчас это всё, ну или когда-то ехал, например, в трамвай или ещё где-то, и слушаешь какую-то, какую-то песню, например, и ты её не можешь просто так взять и скачать, ждёшь, например, момента, пока пока ты её ещё раз сможешь прослушать. Поэтому я, например, считаю, что набросишься. Всё в этом плане очень хорошо. Так, Женя... А мы сейчас, подождите. Сейчас я ещё не договорю, просто ко мне. Сейчас я предлагаю, знаете, что там... Я предлагаю чуть-чуть подождать. Сейчас я прочитаю, что я все вопросы оставшись, их там не так много, поэтому... И Женьку ещё на самый интересный из них ответить предложу. Ладно, всё, тогда уже пойду, потому что... Всё, давай. Погоди, ещё... Ну ладно, Женёк ушёл. Что ж, продолжим. Ладно, всё. Женёк, ты тут? Нет. Ну давайте, ребят, что вы там думаете по поводу этого вопроса? Ммм... Блин. Тоже как-то сложно сказать такой вопрос. Не всё хорошо. Вот. Я скажу, не всё хорошо. Становится как наркотик. Бездумных хочется больше и больше, и в результате вообще теряешь голову. Так что какое-то ограничение надо, но это ограничение мы явно сами не ведём. А себя мы контролировать не можем в таких ситуациях. Поэтому... Вот насчёт всё это смешиться в какую-то кашу, ценность каждой отдельной вещи падает. Вот. Это, мне кажется, для новичка какого-нибудь, который... Ммм... Вот... Со мной именно так и было в 2010-м примерно. Я прям... Офигел. О, интернет, офигеть. Столько всего, блин. Я даже не знаю, с чего начать, чё, как, это самое, блин. А сейчас просто уже... Эээ... Что это... То есть это уже какое-то... Ну это преувеличение насчёт того, что вот... Всё вот... Ээ... Такой поток информации. И его надо просто фильтровать. Уметь. И... Всё будет нормально. Танально использовать. Ну да. А ты, Серёга, чё думаешь? Итак... Так... Что я думаю? В общем... Я думаю, что всё отлично, потому что... Когда всё доступно... Есть возможности, главное. Всё, что увеличивается, это... Возможность... Как бы... Ознакомиться с большим количеством материала. А то, как уж ты будешь с ним ознакомливаться, это уже зависит от конкретно самого человека. Конечно, если там... Раньше, допустим, какого-нибудь... Непонятного чувака... Была возможность, скорее всего, два фильма, а не 200. Естественно... Ну, почти любой бы человек посмотрел бы этот фильм внимательно. Да. А сейчас, например, такие вот... Какими-то непонятные левые люди взяли бы и посмотрели там просто, да? Прокрутили, пролистали. Вот, собственно, так. А если человек, как бы... Со всем этим... Большим количеством материала... Знакомиться просто, ну, так же, как он бы знакомился. Если бы его было меньше... То я считаю, что... Блин, ну... Все вообще отлично просто. Можно, вот, например, провести NES игры. Вот есть дофигаичный NES-ром. Вот я знаю, есть чувак, который... Вот просто запускал все NES-ромы. Ну, один из наших участников, который просто играл в них немного. Вот просто запустил пару ромов, поиграл, запустил следующий, поиграл, чуть запустил, следующий поиграл. С сейв-стейтами там и так далее, даже с сейв-стейтами не проходя до конца и так далее. Вот, например, привожу пример в себя. Я запускал, ну, почти все ромы, играл в них нормально, короче, в приставочных условиях. Оценивал полноценную игру, короче, как говорил. Хорошая она или нет. Если игра хоть хоть немного хорошая, я ее старался пойти до конца. Так что тут все зависит, я считаю, чисто от человека. А то, что увеличилось количество доступной информации, это огромный плюс, я считаю. Димон? Ну, это сложный вот такой вопрос, а? Ну, кстати, да. Да-да, я тут, я просто даже не знаю, как на него правильно ответить. Конечно, доступность всей этой информации в этом, наверное, больше плюсов в том, что она была бы недоступна. То есть, представьте, если бы у нас не было всех этих эмуляторов, и вообще, как бы Dendy мы играли вот только с приставочных условиях, то я сомневаюсь, что даже группа это образовалась, это вот куча всех прохождений была бы у всех игр. То есть, вы понимаете, да, что это было бы сделать прям проблематично в таком случае. Да. А тут у нас... Возможно было бы даже. Да, а тут у нас, как бы, есть доступ к любой игре. То есть, ты можешь в любой момент запустить тот или иной ром и попробовать пройти эту игру. В этом огромный плюс есть. То же самое касается и фильмов, и музыки. Да. Ну, а минусы, конечно, тоже есть, но они не столь существенны, тоже, не знаю. Хотя, для старых игр их уже почти нет, то есть для новых, это да, это пиратство. Минусы, я считаю, знаете, какие могут быть? Могут быть минусы в том, что, допустим, как правильно писал Пётр Овчинников, что, вот, раньше, допустим, фильм был доступен какой-нибудь, там, небольшому количеству людей, да, и они, как бы, грамотно подходили и оценивали его явно, это были какие-то левые люди с улицы. А сейчас, допустим, выйдет какой-нибудь фильм, его посмотрят миллиард человек, и напишут в интернете свои мнения субъективные просто во... И если вдруг у кого-нибудь этих, там, людей есть какая-нибудь власть, то всё, все сразу, да, 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 слушай мнение этого человека. Вот, ну, короче, вы поняли, да, мои кофты мыслей? Да. Что, вот, как бы, вот, то, что рождается какое-то массовое толповое субъективное мнение, за счёт огромной доступности информации, которая при наличии у таковых людей власти ещё может, блин, вообще так заполонить, ну, как бы всё. Я тебя очень понимаю, кстати. Ну, в общем, как бы, это всё зависит от людей, короче. Потому что информации много, это самое, не минусы информации. Хотя, вот, опять-таки, если я начинаю, то как бы, ну, ладно, неважно. Давай вопросы полегче, а? Так, ладно, продолжаем просто Максиму Куртянского. Какую игру на Dendy вы бы назвали самой оригинальной по счастью геймплея? Ну, я могу ответить на этот вопрос, наверное. Давай. В то время было очень мало игр на приставках с видом от первого лица. И сам оригинальный по части геймплея можно назвать какой-нибудь Battle Tank, допустим. Который, по сути, весит очень-очень мало и выглядит, ну так, примитивненько, но зато это всё-таки такой полноценный FPS. Даже не FPS, а какой-то симулятор такой. Если бы на танке. Ну, это отличное моё субъективное мнение. Но, мне кажется, это довольно оригинально всё выглядело. На то время. Ну, я, наверное, могу сказать, что, хотя тут всё-таки сказывается, так сказать, моя любовь к игре этой, но всё-таки, я думаю, можно её назвать. Это Metal Storm. Там всё... И там даже не дело в том, что там, типа, мигравитацию меняешь. О, офигеть, это же гениально, уникально. Всё дело в физике, которая там... Она просто... Она, наверное, самая идеальная вообще на NES просто, потому что там... К ней очень легко привыкнуть, и вообще там всё действительно... Даже вот этот сложный эксперт-мод, он за счёт чего проходится? За счёт того, что там физика такая вот отличная. Поэтому... Вообще движок физически там идеальный. Да. Поэтому играть в неё очень приятно. Прям... Я не знаю даже это... Вообще... Я... От какой игры я столько удовольствия получил, как... От Metal Storm. Это вообще какой-то... Шедевр. Такс. Я внезапно вырываюсь, и... Сейчас я... Начну менять картинки на фоне... Пока мне бы... Чёрт из 2 найти в нашей сотне альбомов! Альбом! С артами! А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а! Хахахахахаа... Ещё раз повтори это, пожалуйста. Хахахахаха... Астинк, я тебя не понял, Зене. Ещё раз такой повтори, вот ты сейчас, и прям... У тебя такая-то анализ была классная. Ах, след... Ну где этот альбом с артами, блин? и он четверто прокурор все альбомы я не могу найти а что там именно кстати выучить я хочу найти альбом новогодними мертвыми где он давайте ему поможем а я на помощь отправил хорошо я тоже сейчас помогу технически все осталось даже шуткин в основном верху 6 спасибо м так вот оно что он там 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 мне очень лениво скачивать все картинки поэтому я просто как вовсе время воскресать можно да легко скажешь сплитаешь на картинку правый не там команда скачать и весь он то есть алипан в церкви я хочу скидки сразу а это я не пробовал и честно говоря бои побаевы испробуют так что но то что спецпрограммами расширения предметов перестает расширение где может быть все любом вот есть толковка крылья кейбом нажимая на и на сроке тактика отки это столовик я году вот нет такой вещи наверное есть так ладно это не в тему в общем короче каждый вопрос будет обновляться картинка дождались в пресс-плач предложили опыта что сделал итак это было просто какой самый технологичный украшает итак скажу оригинально подпочтить его во первых если вы сайдаром металл шторм это одна из таких игр просто не могу назвать как это было в этом что он конкретно просто вообще один из мощнейших движков дальше во вторых это естественно батл татс ах дальше это естественно это естественно кирби это чуть меньше степени гиммик потому что все-таки оригинальность движка там чуть-чуть меньше чем в этих играх вот то что дима сказал про батл танк батл танк конечно да но дима тоже видел кучу этих самых тиров которые как полноценные шутаны играют ну да да видел вот ну блин ищите дали и а тут можно двигаться вперед назад то есть вот так и стал управляющим этим танком а они уже как раз это видел тиреев 3d лабиринтов ты говоришь про напомним канамевская игрушка консайт вот я например ты видел и ел но я просто не разу не щупал поэтому не знаю только на поставе своим батл танком это просто как батл танк возведенные в пятую степень стать 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 давайте не будем продолжение того спора начава твачаре утраивать тут даем не устраивать это просто того больше батл танка Ну да, как бы, виды с первого лица можно ездить, но, как бы, нет, это недостаточно, там, как бы, ещё можно гораздо более, что на NES есть гораздо более мощный движок и, как бы, грусткающий бантан, который просто строго больше батл танка, ну, неважно, в общем. Я, якобы, это и не спорил с этим, я просто говорю, что, как бы, я привёл её как пример такой, я понял, да, 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 ну, я просто пояснил это, на самом деле ещё. Да, кстати, вот в чатике, естественно, пишут, ТМН ТТФ, да, вот как на NES реализовать такой офигенный файтинг с таким крутым движком, действительно, да, Лон Рейнджер тоже, да, ну, до хрена, короче, таких игр. Вот, ну чё, этот вопрос мы разгулили, да? Ну, думаю, да. Давай следующий. Так, следующий вопрос. Какая игра вызывает у вас рвотные позывы? Я боюсь на этот вопрос ответить. Наверное, Stinger, Stinger, это будет очень большой списочек. Я, я пойду с двумя играми. Можно? Да, да. Давай. Это, кто подставил кролика Роджина, это раз. И это, ребят, простите, но это Super Mario Bros. 3. Айдар. Я думал именно сейчас над этим вопросом, но вот только после того, как мне сейчас, ну, как Стилл сейчас сказал, я вспомнил. Да, это действительно Mario Bros. 3, наверное. Mario Bros. 3, это... Super Mario Bros. 3. Да, даже Super Mario Bros. 3, это не просто так-то супер. В принципе, это действительно такая... Меня даже не... Я даже не буду ничего говорить, потому что там... Нечего про него сказать. Что сказали тогда? Да, я тогда всё сказал, в принципе, когда писал комментарий. Димон? Бокосука Варс. Что? Что он сказал, что-то? Бокосука Варс. Тебе лучше не знать, что это с ним. Келуриев. Да, извиняюсь, я нескольких просто вопрос для Дэна, но просто это из-за того, что мне сейчас приходится со скрин-регионами возиться. У меня монитор, к сожалению, умер, поэтому. Такие вот пироги. Так, Бокосука Варс, да? А ещё что-нибудь? Да. Да всё, наверное. Айдар. Ну, я, в принципе... Ну, сейчас сложно как-то вспомнить. Супер Марио 3 действительно то, что на ум приходится. Так, вот Дениса уже Макаймура уже плеш проела. Такс, ну, в общем, меня, знаете, какие игры вызывают вот такой рефлексер? Это какие-то суровые, отфейерные игры, почему совсем отфейерные, типа вот редрейсера. А если конкретно? А если конкретно? А, мне вызывает рота рефлексер Би-Би-52 от Кудмастерс. Ха-ха-ха. Дима знает, о чём мы говорим. Ну, в общем, кто знает, можете посмотреть. Всё понятно. А, вот Дэнты, что он слышит. А, я знаю, что у тебя вызывает, уродный пузырь, это... Дерьмовый РПГ. А, ну да, это естественно. Да это на самом деле бы у всех вызывали, если бы у них поиграли хоть обратно. Ну да, точно. Это где-то, где надо каждые два сантиметра случайная встреча. И если вдруг ты пошёл не туда, а куда-нибудь, то тебе надо обратно тот же самый путь проделывать. Ха-ха-ха. Ну, в общем, такая тема. Так, ладно. Можно, в целом, что-нибудь за Женька сказать? Да, Женька, скорее всего, РПГ вызывает такие позывы. А, да, Соломонские у меня вызывают вот такие позывы. Ха-ха-ха. Так, ну, в общем, ладно, переходим к следующим вопросам. Следующий вопрос. Биография админа, как вы совмещаете администры с повседневной жизнью? Ну, насчёт биографии, я думаю, мы, в принципе, достаточно сказали насчёт того, что... Ну, было в детстве Дэнди, и... Не думаю, что имеет смысл, как бы, рассказать. Вот родился тогда-то, в том-то городе, проучился столько-то там, потом переехали мы туда, потом в другой рэн-при, ну и, в общем... Да. А... Давай, а как ты совмещаешь, Дэнди, с повседневной жизнью? Ну, это на самом деле такой вопрос, что... Это же всё как бы хобби, то есть не стоит... Да, поэтому... Просто берём и совмещаем. Да. Ну, кто-нибудь, что-нибудь, может, скачу по тому поводу, может, кто-то... Совсем всё время играет в одну Дэнди. Это я! Каждый день я. Да. Чё ещё? Дэнди, короче, это хобби, да. Ну, хотя, деятельность в группе тоже чуть больше, чем в хобби, потому что... С кем-то надо что-то делать, и... Один раз, как бы, занялся, а уже не хочешь, чтобы там что-то, ну, прекратило развитие что-нибудь там. А... В виду обстоятельств приходится много саму что-то делать, причём, что даже иногда не особо хочется делать. Вот. Но, тем не менее, там, деятельность такая ведётся, но в основном она... Не мешает всему тому, что остального происходит, так, как бы, если у меня будет выбор, что-то сделать, ну, другое, и что-то сделать, там, связанное с группой, то я, скорее всего, выберу что-то другое, более полезное для здоровья и развития. А так, чисто хобби. Ну, давайте на следующий вопрос. Да. Так. Начинаю процедура. Выпиливание спин-регионов, защита не вопроса. Так, какие планируются турниры, когда, сколько? Эээ... Мы, вообще, планировали, вроде как, по Гайтенам сделать, ну, по первым, там, может, или... Ну, это мы решим, в общем. И планировали по Мегаменам, причём, не по отдельной части целый турнир, а по всем частям, плюс, возможно, какой-нибудь хороший хак в финале дать, там. Ну, разумеется, предварительно обо всём предупредив, и... То есть, никаких там, у всех странах, и бла-бла-бла, в общем. Ну, в общем, ждите, и это, скорее всего, в июне будет, там... Сука, оперируемся, там, как раз, у всех, типа, сессии закончатся, ну, и... Можно будет провести турнир. В общем, да, в общем, планируется, во-первых... Я лично по незагаденным не хочу провести турнир, потому что... Хотел бы следующий турнир провести, как бы, отлично от предыдущих двух. Предыдущие две были по одной игре проведены, причём, по играм на почти одном и том же движке. Вот. Следующий турнир я хотел бы провести, как бы, по целому движку, то есть, как бы, взять всех Мегаменов, например. Вот, как правильно Айдар описал. Но ещё также есть желание провести, в общем, турнир человек по человеку, а вообще хотелось бы даже и провести какой-нибудь командный турнир по техно с играм. В общем, всё хочется, только, вы же понимаете, для турнира нужен приз. Нам призы обычно, ну, спасибо тем людям, кто нам поставляет призы. Это, можно даже их объявить, это Павел Иноземцев, это Михаил Расмиша, это Дима Алексов-Дарт, генеральный директор Мутер-Шоп. Кто там ещё нам приз поставлял? Кто же, кто-то же ещё поставлял? А или нет, всё. Ну, в общем, всё, да. Вот этим людям спасибо, но, вы же понимаете, как бы, нельзя всё время одних и тех же людей делать, потому что им, например, удар таш, удар таш, ну, что, если мы у него каждый месяц будем просить нам проспонсировать нам в соревновании какой-нибудь, то это уж совсем никакие ворота не здесь, вы же понимаете. Вот. Поэтому, как бы, а хочется какой-нибудь хороший приз, потому что, вы же понимаете, не у всех есть приставки вообще, поэтому вот, кто-то хочет, например, Денис хочет делать призыв всё время олтскульни, в какой-нибудь картридж там или какая-нибудь приставка, ну, даже, или джойстик какой-нибудь. То есть, вот, ну, я, например, и многие ещё из админат, как бы, считаю, что не обязательно так делать. Можно какие-то современные призывы устраивать, но это всё, в общем, нужно какие-то какие-то деньги на это всё, это нужно как-то продумать, а из админского кошелька, конечно, можно всё это доставать, но вот просто это немного неправильно получается. Как вариант, мы хотели с YouTube нашего, ну, с YouTube-канала деньги, как бы, снять, но это и пока невозможно, потому что... Там 3,5 бакса, а... Может, и больше. В общем, можно на это тело было открыть кошелёк, но в нашей стране кто нам на кошелёк что-то накидает, накидает там еще 3,5 бакса. Хотя вот, если бы мы их сняли бы там, если бы можно было снять там эти деньги, то уже можно было бы, можно сказать, приз провести, потому что турнир провести, потому что там, это как, получается, 2 тысячи там где-то было, или 2,5, иные этого за головой уже достаточно, чтобы целый турплинир организовать там, ну, призы и всё такое. Да, ну да, ну да, ну да, но опять-таки, на призами надо думать нормально, потому что, например, встречать, человек играет, вообще, вот как я, например, у человека нет приставки, он не играет на приставке, а ему дарят там приз-катридж, ну, естественно, он от него либо откажется, либо максимально на другом приправит. Ну и зачем этот приз тогда? Не, ну, например, играет в какой-нибудь файтинг и сделать какой-нибудь лютый приз, фарикадный контроллер, какой-нибудь, национальный, за несколько тысяч. Ну, это же, понимаешь, но эти несколько тысяч, естественно, должны быть, не за несколько кошелька. Шадмины так занимаются всем этим делом. Да. А постоянно дико тех же людей просить, а за мультир, национальный вариант не занимается. Поэтому, в общем, кстати, будем думать, что делать. Так. Я извиняюсь, тут предлагают вопрос по Т-3-соу-тенкинерскому турниру строить. Да, Стин, предлагать можешь что угодно. Я думаю, как выловлено, блин, от участников предложения, не от меня. Стин, к тебе не слышно. Не слышно. Говорят участников предложения, не от меня. Это как бы... Одно дело предложение, другое дело реализация турнира. Реализация можно, если захочешь. В том-то, дело, что всё это очень накладно, а потом в итоге, ну, ты знаешь, как был в конце турнира, там что-то сорвалось-то всё. Да, был турнирзан, но давайте я пойду, привет, пока я переключаю музыку. Правильно, спасибо, Димаш, напомнил. Сейчас только я найду, что переключить. А давайте послушаем, Баха. 8-го. О, да, что такое у вас есть. Но, это дело уже. Да. О, да. И вывесили голосование. Там в голосовании, в том числе, была игра Blazor Steel. Который многие считают отличным хоккейным симулятором. Аплечным. Был ещё такой человек, которого звали Рамис. Алёша? Да, да, да. Который просто охренеть, как хотел этот турнир. И, короче, заспамил просто всех своих законов. Просил проголосовать за этот турнир, чтобы он в итоге выиграл. Но он в итоге выиграл. И что вы думаете? Ну, в общем, короче, начался турнир, начали мы играть. И, в общем, игра для режима человек против человека абсолютно не подходит. Потому что, ну, почему это уже все знают, на самом деле, кто там был. Никого не расчистить. Ну, в общем, и всё, турнир перестал проводиться. Понимаете? Поэтому все эти предложения... Не обдуманные. Это, блин. Нет, ну, что там, в самом деле, действительно, в Blades of Steel была просто неудачная игра. Но смотри. Те, кому просто сокер в World Cup хорошо прошёл? Да. 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 Скорость тоже. В принципе, неплохой вариант. Получше, чем Blades of Steel. А скорость, та же скорость. Кто быстрее, допустим. Короче, я вот скажу так. Если у нас будут нормальные спонсорские деньги какие-нибудь, на которые мы сможем нормально делать это самое, по расписанию, грубо говоря, турниры с призами нормальными. Нет, Серёг, я тебе по-другому отвечу. Я не буду. Серёг, я тебе отвечу. Если я вижу, что участники захотят, тогда проведём. Участники не захотят, но и пошли на. А призы там, это уже на другом плане. Участники захотят, появятся призы. И захотят, и будет призов. Всё. Ну, вообще, ладно, давайте, в следующий вопрос, переходим. Кстати, от кого-то фонит иногда. Не знаете, от кого. Что это важно, иногда в фонитке ничего страшного. Итак, следующий вопрос. Как считаете, Джои, от какой приставки наиболее удобен? Я могу ответить на этот вопрос. Это, конечно же, от Соньки. По крайней мере, ну, это не только за счёт шифтов и этих аналогов. Во-первых, кнопки. Ну, это ромбически. Я к этому ромбическому расположению кнопок действительно хорошо привык. Ну, и крестовина, которая, на мой взгляд... И это вообще, крестовина, наверное, основной, так сказать, критерий хорошего джойстика. Вот, и она там действительно самая лучшая, на мой взгляд. Именно в джойстике от Соньки. Так, я могу сказать следующее. Я перепробовал, не делал тысячу джойстиков и вообще... В общем, просто занимался задростком файтингом, занимаюсь им. В общем, из... Ну, я играю на иксбоксовском китайском клоне. Который, естественно, лучший из самого иксбоксовского Джоя. То есть джойстик фирмы Экзек. Единственное, что он живет примерно полгода задростком, после этого у него начинаются какие-то косяки с кирстовидой, и вообще надо обновлять его. А в общем, он сам меня устраивает. Больше всего. Дима, Синк. Я давно уже в клавиатуре, понимаете, как что мне пофигу. Ну, я играю на джойстике от СНЕС. СНЕС-подобном Джоя. Ну, да, тоже. В принципе, норм. Так, ну и можно ответить за Женька. Он на клавиатуре предпочитает играть, но там... Ну, только в NES игры, за исключением битэмапов и файтингов, а... Ну, на NES, том же, опять. А там, например, в Текен 3 он так и на джойстике играет, и... Довольно-таки мощно. Он в основном играет на клавиатуре, а только в файтинге играть на джойстике. Вот так, как он говорил. Причём у него как-то... Я спрашивал, у него какое-то такое расположение на клавиатуре, я какой-то, на мой взгляд, задротско. У него крестовина в правой части экрана, ну, вот на этих клавишах, которые в стрелке, а A и B ZX. Вот ты можешь это представить вообще, вот ты... То есть, получается, ты правой рукой на крестовине, а левый на этих, на A и B. Серьёзно, у него такой джейстик? Не, он... на клавиатуре у него такое расположение, как бы... А, ну, я так играл на клавиатуре, у меня всё отлично было. А, да. На клавиатуре это удобно играть, на самом деле. Ребят. На гей-бой первоначально даётся такое управление. Ну, да. Ну, может быть... Виталий, давайте дальше добавляем сюда. Ну, оу... Ну, ладно, сейчас, а то узнаем, где-то самое. Алло. Здрасте. Да, привет. Спал, да, я правил. Хуял, я на работе был. Ты мог предупредить меня. Я не мог предупредить, потому что я не мог. Ты мог предупредить. Ты мог на позвонить, сказать или написать. Ну, ладно, что... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Ой, ну ладно. Ой. Си-бой, что пришёл. Хотя бы. Так, ладно, переходим к следующим вопросам. Чё, ещё есть, это самое... Чё, Денис, не Женя не берут рук? Женя уже ушёл, а у Дениса интернет говно. Ясно. А Рома, он, ну, там, не предусмотрел, что микрофон у него не работает и ребенок спит итак короче легче опрос из игр советских портатива клонов электроника какие предпочитаете я по-моему вообще не в какую играл же электронику не играл я чуть-чуть попозже к вам присоединяюсь пока итак так как отвечал по поводу лидер димон то есть сказать да нет нечего тоже не играли почти не мы слишком у нас из тех кто играл вот тот денисом я думаю играл но его к сожалению сейчас нет так что может включать почитать его ответ он пропишет 4 штуки было у него электроника итак ладно сейчас я я включу еще раз кинуть въем на штанге и музащик какой нибудь еще какой нибудь по упорке и надо шутка 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 любимая игра синга включена в качестве музыкального сопровождения я не слышу что за музыка без биггера оооо это целая легенда ладно это не важно на самом деле ладно давайте дальше ну ё-моё ну выдели скрин регион ребята извиняюсь мне просто это не слишком много энергоемкая процедура так итак вопрос следующий вопрос совсем дебильный ну давай пропустим и так как давайте читать что то чего я сама картриджи были оранжевыми преимущественно апельсины ролик откуда вот мы знаем честно кто-то полил желтую уху а подождите что подождите китайцы да да они желтые вот есть ответ ну собственно да я не знаю что по этому вопросу сказать без понтового вопроса без понтового ответа давай дальше кто какие цели преследует при записи подхождений например продемонстрировать мастерство показать все секреты или свой вариант и пожалуйста подробнее ну я раньше преследоваться да можно сказать показать мастерство ну в плане конкретной игры разумеется там и тогда да была цель именно надо чистое прохождение там чтобы без смертей со мной сейчас уже как-то меня но я потерял к этому принципе интерес такой прям как тогда и сейчас я сейчас мне просто хочется играть и без ограничений всяких там чтобы процент без вертей там или еще как там из из ворот ну и все в этом духе стинг тоже есть про то что сказать я я уверен ха ха вспоминая последний стоп 500 прохожения контроль форс чеки первой черепахи чеки тут процент чё у нас там контроль супер контроль и утром чего было еще много чего будет наверное но как бы ты ответил на вопрос ты какой какие цель ты преследуешь вообще вязать прохождение от игры и сам если есть сделать исты так и учитель чисто прежде я не стремлюсь бежать до скорости спит будет продолжить если могу пять часов допустим потери какой-то жизнь еще чего-то вот понимаешь ты вот могу пример привести и так извините за мой такой очень хреновый врыв все хорошо в общем всем привет блин я задержался на работе и поэтому блин даже не мог взять руку потому что были руки заняты я даже не слышал что кто-то звонил и предупредить не мог так так что слава богу я вчера говорил что я на работу пойду а да мальчик ты знаешь где-то это нет ну по-моему я ее запускал но она мне не особо он по-моему понравилось я в нем не поиграл вообще практически вы знаете вообще продолжительности знаете знаю знаю видел ну вот игра длинный но мне главное чтобы меня там ни разу не подбили ого круто вот урбан страйке урбан страйке ни разу не подбили серьезно подожди стопа это ты получается ни разу не потратил жизнь или ни разу в тебя ни один снаряд не попал ни разу не потратил жизнь попадались они невозможно пройти жизнь это не потерял тинка ты за один ты сестры прошел или как урбан страйк еще раз иди мне урбан страйк урбан страйк за один раз прошел или систему проли использовал за один раз там около 3 часов и длиться ни одной потери жизни ты монстр все это собственно это ведь вопрос зависит от рекрет моего желания расскажи про то зачем ты зачем ты делал сто пятьсот миллиардов прох контрфорза разных персонажей ну понимаешь мне просто показалось что оружие разное соответственно сложность разная поэтому захотелось показать что можно любым оружием пройти чисто если захочешь ну да так что у нас следующий вопрос давай у нас эти уже нервные схемы подожди подожди мы еще не все ответили давайте пускать выйти я просто не понял повторить это вопрос что ли я просто последующий при прохождении игры какие цели конкретно ну например пройти без смертей пройти как можно быстрее пройти за всех персонажей и так далее если выбирать именно как бы какую-то как это называется то ну не режима как тот то я выбираю все время как можно меньше смертей то есть я вообще считаю что пройти игру и не потратив ни одной жизни это не то что совсем там вверх профессионализма но по крайней мере с игрой ты точно разберешься полностью то есть ты не оставишь никакого шанса то есть она не смогла тебя победить никак вот поэтому я преследую ну естественно если мне игра будет не в удовольствии то я никаких целей преследовать не буду а так если мне игра нравится я буду стараться как можно меньше умирать в ней ну по идее ладно давай дима отвечай ты меня задминили? извиняюсь ну он как экс-админ я просто начара был ладно егор к сожалению пока не ладно все Я стараюсь получить удовольствие от прохождения игры. Это самое главное. Если это возможно, конечно. Всё. Отстал смерти, сколько их, это вообще пофиг. А уже спрашивали, Серёга, тебя, что ты поставил себе квест пройти все игры на NES? Подожди, пока ещё спрашивали. А, извини тогда. Я почему-то думал, что за полтора часа вы успеете переспрашивать, у вас, точнее, успеют переспросить всё, что можно, и вообще я приду. Открывайте секрет. Первый минут 20, мы занимались поиском тебя, настраиванием интернета, попыткой связи с Дэном, и чем-то ещё похожим на это. А почему у Дениса всё-таки там настолько плохо, что пипец? Да. 100 килограмм секунды. Разговор с одним со мной потянулось сейчас с тремя людьми. Ого. Ну, печально всё это. Ладно. Ладно, короче, я отвечу вот на этот вопрос теперь сам. Да, вот правильно, как Дима сказал. Это самое... Хочется получить удовольствие, в первую очередь, но просто иногда это удовольствие. Каким-то образом какие-то... Какие-то эти самые... Демоны... Я даже не знаю, чего... Демоны психологии начинают... врываться и заставляют получать удовольствие от фрустрации, например. Ха-ха... Как это было в случае с Adventure Island, когда я его проходил... удовольствие от фрустана шесть я реально получал удовольствие когда там десятый раз переигрывал игру сначала там ого вот это да я сижу и думаю вот как классно да ну все супер нахожу до конь там 8-3 с двумя жизнями и там на этой ни за две жизни не прохожу там пропрыг последний ну что ж отлично еще раз но теперь я точно ее пройду так что у нас еще не ответил да все ответили в принципе ну так то да но правильно ну и я бы сказал насчет удовольствия и там оно по разному а ладно все пофиг ха ха так следующий вопрос о чем у нас который задал командские вопросы посмотрим что он на это спросил все любят многие отличные игры по мультике на кино была ли у вас детская мечта что появилась игра пополнил отличному сценарию например шарик бегущий под ружьем зимний подводный уровень последний босс печка или коля герасимов не плачущий космических пиратных бутылками игра что там что там ссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссссс короче вопрос там была ли хотели бы вы чтобы была игра по какому мультику который вы там или по фильму который вы уважаете там и все такое ну я могу сразу ответить что нет во мне вообще ни одной советской игры не было если про этот вопрос если я его правильно понял никогда не было все все теперь мне будет нормально слышно да то хотел сказать что это услышно реально стало что то так ну давайте к очень было подобное ну погоди ремейк там и Дженни что что ну есть опять таки сделать на Несс заяц против волка ну погоди а на сергей дженисис выпустите заяц и волка в команде вдвоем и против бегемота м щепки вот тогда бегемота ванючего который там постоянно волк опиздил ага ага ну ты знаешь ты знаешь это сделать отвинчуровым на протяжении вот этих Ved 17 серий вот 17 уров дней а задача вот это будет супер если честно я захотел я про не знаю сколько это советские советское творчество вmasa вы ни вроде опять слизана с какого то западного transformation дает далан по моему устка то это нет не она возможности возможности дима не знает ничего об этом но ты должен знать о чем о чем то что я пропустил скобал воде снизу в бой не школу сферен в домах ну да в общем все равно если допустить допустим воде так вот смесь русского веннипуха и русской кубе пасы запада то под проводим я захотелся это счастлива что в сфот сушке я еще вспомнил не хотела только питает но вот перейдут в кухне путь да нормально и это и знаешь еще надо это предпочитает по острову сокровище тревожь восьмого пути в общем атака я думаю согласен вот он понял что мы выросли на японских говне типа вольтровода да кто как вот синкрос на свет я в целом тоже смотрел но игры про игры я не задумался никак что ты закажешься в голову ну стоп ведь была ведь была ведь вот таки игра мы не получаем короче вот хороший пример это бьетник команды реармит вот такое пожалуйста но реармит это геймейк по моему это все таки не переиздание это ремейк но типа продолжение такое качественное ремейк да но там там геймплея куча нового там своя игра собственно вот за а ну вот за продолжение дамы против них принципе ничего не имеем продолжение какой-нибудь вы допустим скоро выйдет игра link to the ps2 да то есть вот такое пожалуйста делаете переиздание еще испуганят так что потом в оригинал сыграть не захочется нет спасибо а сделать убогий порт необычно он как переиздали да это контур то на айфоны и ай ай устройство там ой кошмар какой-то платить нужно за континью за konami код и все такое даже за скорость выстрелов скорость выстрела кошмар ладно следующий вопрос осталось совсем немного вопрос кто и как ладно то как ночью вас стримы тигры я слышал что нюк показал вам как когда вы хотели что нюк показал нам как нюк ничего не показал кроме своих говнистости и трусости когда сбежал перед тем как мы когда сбежал с турнира со словами и мы отменяем турнир потому что с полом мудак то есть собственно больше он нам ничего не показал остальное мы все научились делать сами чернись и помощь да к тому же учиться то нечем особенно берешь и стримишь особо берешь вот как мы серёга взяли и застримили первый турнир на скорость у блина и как на скорость также не взял взял застримил взял застримал макаймуру получил 200 баксов нормально чё вопрос вопрос с подвохом почему выгнали такого до слова то что почему выгнали такого великолепного стримера с погонял и и за кунь короче и закон нормальный стример и даже хороший кодом стрим-то один но когда он стримит с кем-то он начинает лютого втопить наркоманить и так далее и так далее юзакун был взят еще тогда именно на испытательный срок и он собственно его не прошел постоянно было спам от него ну не спам а в топ и в конфе и постоянно он там играл battlefield 3 на фоне еще все это комментировал то есть было много на него жалоб поэтому пришлось дать мк подзадской и обратно консолить собственно чем он час на краке не занимается замечательно снижу смысл просто брать себе ищет зачем ты его опять команду он сайт недавно просился блин но не солнце потом взялся на краке да то есть я не знаю решил пожалеть его взять обратно так что не знаю чем он там нам нужно здесь так ладно следующий вопрос всего несколько осталось снижу не терпится бежать следующая вопрос такой что вы думаете поводу перевода турниров под отдельный проект ничего не думаем зачем это будет наш проект я честно я честно не понял его не понял вопрос абсолютно просто санклеба родина да давайте оставим его вернее мы занимаемся не рометчу в чем удара не коррект это и есть как раз таки наш отдельный проект можно так сказать турниры дэнди пара все вопрос исчерпан так и последний по моему вопрос вопрос к тебе вопрос к вам поверил что вам 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 про что кто-то про тему ттф чтобы чувак который переписал физику игры на какой-то причине дюлера вообще что-нибудь слышно об этом короче ситуация такая в общем сначала я не знаю просто вопрос немного немного двояки потому что там было два хака в общем первый как делал немного обнаркованный чувак который вернулся я все знаю обыгреет мнтпф там когда мы ему сказали что мы не знаем этого естественно не знал неважно при том что он там в ходе копался так далее этот черт полива ник у него ник шреда вообще он делал как при этом он кодил как он читал мне не нравится как здесь сделан удар и так далее сделал как по-своему в общем изменил физику игры сделал так ну я считаю что говно хак миллионы физика херовый и в него не надо играть к тому же он там даже даже бессмертно не фиксит какие-то какие-то не важно дальше отчет который который другой чувак это в общем другой какой-то чувак тоже русский делал как причем он делал такой хак классный который позволил бы другим ром хакером например добавлять своих персонажей и так далее это там есть тема на миландии можно найти пильные мураши о чем-то из этого я не помню это можно загуглить по фразе тема тут и так вот вообще у канави была такая написано что там ну короче говнокотным и в общем там так просто нельзя было добавить нового перца поэтому переписывал все с нуля поэтому сохранял все все что есть вот писал писал все сделал так как по сообщению формы даже добавил нового персонажа но потом короче когда он самое уже казалось бы закончил все нарисовал его естественно постиг спать лимит консольки и почему то ладно у конами наркоманская тема была выпилить бой ход хат 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 хата из того что он мигал на консольки но блин в эпоху эмуляторов то можно уж был надо забить там же есть галочка но у спать лимит и чувак короче что-то демотивировался и и все хорошо перестал дальше делать и я даже не смог найти прочее ром даже лучше даже и варианты код тоже смог найти тяло это писал что под что-то выкладывает на счет сутки любите рабочий уже за сколько лет вообще обидно то был бы хороший проект так ну все мы значит закончили вопросами может счетики у кого-то еще есть какие-нибудь вопросы по задавать можно мы после ответим когда сейчас его собирается то что показать и это не собирается пока еще мы на самом деле сейчас прервемся ненадолго я думаю да сделаем больше перерывчик тоже мне нас с вами посоветовался ну дальше посоветуемся никуда не а Продолжение следует... 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 Продолжение следует...